Всех приветствую! Прежде чем начать нашу лекцию, мы как обычно, если есть здесь люди новенькие, будем двигаться нашим привычным форматом. Сначала я поспрашиваю вас некоторые вопросы с прошлой лекции, потом постараюсь за час вложиться в новом материале, ну и, собственно, потом ответить на вопросы, которые накопились у вас ко мне за время прослушивания лекции. Я, во-первых, хотел бы отдельное спасибо сказать Наталье Мозговой, которая приготовила неплохой материал по фейербаху. Ну, может быть, технически там есть некоторые шероховатости в плане именно звука, но, в общем-то, сам материал интересный, такая, видно, проделана работа творческая. И вообще, поскольку мы с вами здесь изучаем марксизм, а мы все должны помнить, что марксизм – это единство теории и практики. И я призываю товарищей, если у вас есть какое-то желание как-то приложить свои силы, выходить с нами на связь с РКРП, с YouTube-каналом Родфронта. Ну и вообще, вот можно через меня там, то есть, можно приложить свои силы. Простора для этого хватает, потому что я думаю, что если вот действительно у людей возникает желание сделать презентацию, это тоже непросто, это надо проанализировать, это нужно изучить, да, то я думаю, что, в общем-то, аналогичные усилия можно прикладывать и, например, в какой-то уже непосредственно деятельности политической. Да, я как бы сейчас не говорю, вот всем бежать, вступать стройными рядами, хотя это было бы, наверное, неплохо. Но если кто-то чем-то готов помочь, у кого-то есть желание помочь, то вы пишите мне, там можете писать ВКонтакте, да, или пишите, значит, на наш сайт, там тоже есть возможность на сайте РКРП написать письмо, да, мы будем рады такому вот уже непрактическому взаимодействию. Ну, а то, что вот по поводу презентации, я только могу поблагодарить, потому что, ну, хорошо, когда работа, в общем-то, когда наши занятия побуждают людей в такой уже самостоятельной работе. Вот, ну, сейчас тогда предлагаю пройтись немножко по прошлому материалу. Ну, в прошлый раз мы достаточно важную тему разбирали, основной вопрос философии, и я задам несколько вопросов, так скажем, освежить памяти, тем более, что сегодня у нас, ну, так или иначе, эта тема продолжается, да, сегодня мы рассмотрим материализм, основные материалистические течения, которые, в общем, были в истории философии. Вот, и в следующий раз уже перейдем непосредственно к диалектике, к диалектическому материализму, точнее. Значит, первый вопрос у меня к вам. Скажите, пожалуйста, как звучит вот этот самый основной вопрос философии, и какие две стороны он имеет? Так, вот отношение мышления к бытию, правильно. Вот это если в предельно общем виде, мы с вами, помните, разбирали, да, отношение мышления к бытию. А потом вот этот вот уже вопрос, он как бы распадается, ну, на самом деле не распадается, да, там эти вещи, они взаимосвязаны, но он имеет две стороны, да, вот, что первично, а что первично, это о чем речь идет, о первичности чего. Ну, правильнее говорить, материя или сознание, вот, то есть, вот, антологическая и гносиологическая стороны. Так, ну, значит, сам вопрос основной, отношение мышления к бытию. В нем есть две стороны, антологическая и гносиологическая. Антологическая сторона, она о чем говорит? Давайте так систематизируем. Ага, антологическая, это материя или сознание, что первично. Правильно, а гносиологическая, это вопрос о познании мира, познаваем ли мир. Вот, это, ну, так вот можно написать, да, мы, в принципе, уже примерно поняли, да, вот, ну, можно в голове держать вот с тем, который я вам бросал, вот, марксистско-ленинская философия. Да, это вот такие есть учебники, вообще советские учебники я рекомендую, хотя там тоже есть разные. Так, дальше двигаемся, дальше. Значит, еще раз, да, здесь мы закрепили, что основной вопрос философии, это вопрос об отношении мышления, значит, к бытию, да, и он имеет две стороны. Антологическая сторона, основной вопрос философии, это что первично, материя или сознание. Гносиологическая сторона, это вопрос о познаваемости мира, познаваем ли мир, можем ли мы с помощью наших органов чувств познавать окружающую действительность. Это основной вопрос философии. А скажите мне, пожалуйста, почему вот именно этот вопрос является основным? Почему там не вопрос, например, какой-нибудь о смысле жизни или там о природе человека, а вот именно этот вопрос? Как вы думаете? Проводя последовательно любой поставленный вопрос, мы неизбежно упираемся в основной. Так, ну сейчас еще посмотрим. Да, кстати, если вот есть микрофоны, то можно отвечать даже с голоса. Ну, в общем, правильно, то есть любой вопрос более частный, если мы будем его так или иначе разворачивать, мы все равно упремся в первооснову. Потому что в конечном счете более общего и более действительно основополагающего вопроса не существует. То есть либо материя первична, а тогда, соответственно, мы имеем реальный мир первичным, а наше сознание – это отражение этого мира. Да, либо первичное сознание, ну тогда мы имеем либо Бога или что-то типа подобного, потому что объективный идеализм, он всегда ведет так или иначе в сторону религии. Ну, как вообще любой идеализм, но в особенности объективный. Либо мы имеем вот исключительно субъективные какие-то восприятия, вот, которые тоже не особо отражаются в нашей практике. То есть это просто вот субъективное ощущение, а как оно на самом деле, мы и не знаем. Ну и вопрос опознания мира, то же самое, да, он связан. То есть если, как правило, почему материалисты, например, как правило, как раз они стоят на позиции, что мир познаваем, потому что, ну, есть внешний объективно существующий мир, который мы можем, который отражается у нас, да, через наши органы чувства, мы можем этот мир познавать, да, потому что он есть, потому что он объективно существует. Это очень важный момент, да, вот, поэтому, как правило, материалисты, они всегда так или иначе, вот, как раз занимают позицию гносеологического оптимизма, то есть того, что мир познаваем. Что касается основного вопроса, то действительно любой вопрос, который мы начнем развивать, в конечном счете мы упремся вот в ту самую первооснову. И даже когда, вот, например, сегодня очень часто, ну, вот я, собственно, и по работе, да, бываю на разных научных конференциях, вот, гуманитарных наук очень часто, особенно, когда люди рассуждают о политике, вот, у юристов, я заметил, это очень так прослеживается. Значит, рассуждают примерно так, что, дескать, вот, проблема там законодательства, а вот надо бы посоветовать что-то власти, а вот надо вот, чтобы обратили внимание, и виден абсолютный идеализм вот этих рассуждений, потому что, если, ну, разобраться глубже, да, и разбираться на уровне исследования тенденций, да, общественного развития, то, конечно, очевидно, что законодательства, правовые какие-то институты, да, политические институты, это как раз-таки надстройка, надстройка, да, и закон любой совершенно верный, он отражает не просто волю власти, да, он отражает волю господствующего класса. Собственно, право это и есть воля господствующего класса, возведенная в закон, а сама эта воля обусловлена материальными условиями существования этого класса, его интересами, вот, поэтому здесь вот мы уже, опять же, выходим на материальную почву. Если мы исходим из именно материалистического трактования, да, можно пойти другим путем, можно считать, что в основе всего лежит нравственность, и вот тогда у нас будет такое не научное исследование, а вот такая наукообразная говорильня, и мы будем в конечном итоге не знания наращивать, а рассуждать, вот, как же плохо, как надо, вот, чтобы были мы нравственней, да, там, или как-то еще, ну, к науке, вот, подлинной науке, это, конечно, никакого отношения, на мой взгляд, не имеет. Так, хорошо, ну, давайте тогда дальше немножечко продвинемся. Скажите мне, пожалуйста, в чем, и вот мы будем после этого вопроса, на самом деле, наверное, уже и переходить к нашей сегодняшней беседе, в чем коренное отличие материализма от идеализма. Это, кстати, и в сегодняшней лекции есть, но оно, как бы, у нас и в прошлый раз было, и сегодня начинается, поэтому я думаю, как раз вот этот вопрос я вам задам, а потом уже будем двигаться по сегодняшнему материалу. В чем отличается материализм от идеализма? Ну, это-то логично, что ответом на основной вопрос философии. Ну, вот, например, есть такая вот в обывательском сознании, вы наверняка с этим сталкивались, такое вот иногда высказывание, что человек, который меркантильный, который думает только о деньгах, о престиже, вот, он материалист. А человек, который там какие-то идеи проталкивает, да, думает об обществе, он идеалист. Вот, вот это, наверное, вряд ли будет основным. Так, для материализма материя первична. Идеалисты считают, что сознание определяет бытие. Ну, правильно, да. Да. Вот сегодняшняя наша, так, идеализм опирается на опыт, мысли, мировоззрение конкретного человека, материализм основывается на практике. Но это если про субъективно говорить, причем важно тогда добавлять на общественной практике. На самом деле, вот мы сейчас тогда будем начинать, но в целом правильно. Вот если в самом упрощенном варианте говорить, то материализм и идеализм, они различаются ровно одним главным коренным, собственно, отличием. Да, это разный ответ на основной вопрос философии. Материалисты считают, что первична материя, то есть объективная реальность, данная нам в ощущениях, отображаемая нашими органами чувств и существующая независимо от нас. А идеалисты считают, что первична сознание. Ну, там оно уже может быть разное. У объективных идеалистов это внечеловеческое сознание, да, это мировая идея, мировой разум. И в конечном счете тут дорожка идет к Богу у нас. Для субъективного идеализма это сознание непосредственно человека, да, который, собственно, имеет дело не с объективной реальностью, а со своим представлением об этой реальности. Ну, так или иначе, вот везде идет сознание на первом месте в рамках идеализма. В рамках материализма, наоборот, первична материя, то есть материальная действительность. И вот, кстати, когда говорят, вот я неспроста просто привел пример в самом начале, да, что очень часто совершенно, ну, понятно, что это не научно, да, по-обывательски, но можно слышать, что человек, вот он идеалист, потому что он разделяет какие-то идеалы. Да, вот даже, наверное, многие из вас, может быть, даже слышали, вот если говорить там с человеком про коммунизм, про социализм, вот мне, например, очень часто говорили, ну, ты вот люди, кто не очень это разделяет, да, и кто смотрит именно с позиции таких больше обывательских, да, ну, ты рассуждаешь как идеалист, ты рассуждаешь как утопист. Надо вот быть материалистом, да, да, вот утопист, романтик, да, 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 идеалист. Хотя, на самом деле, здесь как раз основной вопрос философии деления на материалистов и идеалистов абсолютно ни при чем, потому что и материалист может быть романтиком, там, и даже, ну, утопистом нет, если он последовательный, хотя, в принципе, если он, например, материалист в естествознании, но он не докручивает свой материализм до социального бытия, да, то есть останавливается где-то на уровне Фейербаха, да, или там Гальбаха, он может быть вполне утопистом в общественных науках, да, если он не последовательный материалист. Ну, последовательный материалист утопистом вряд ли будет, вот, но, тем не менее, то есть материалист, он может и собой жертвовать, он может и какие-то, скажем, нравственные идеи, значит, вот придерживаться их, да, и наоборот, как раз, вот я всегда говорю, что нравственность материалиста, она гораздо более крепкая, чем нравственность идеалиста, потому что в идеализме, там, особенно в религии, да, там в конечном счете, как бы, божий промысел, загробная жизнь, ну, такой мотиватор определенный, да, то есть ты себя веди здесь, там, хорошо, не убей, не укради, потому что потом ты там где-то будешь в раю. А у материалиста такого нету, материалист он здесь и сейчас, да, и в этом плане он, когда совершает какие-то вещи, вот, полезные, да, общественно полезные, он их именно совершает, исходя из понимания того, что он видит, да, и очень часто даже, может быть, он результатов этой деятельности сам не увидит, но это увидят там его потомки, да, дети, внуки и так далее. Вот, а с другой стороны, вот, когда у нас иногда, например, говорят о том, что вот человек-материалист любит деньги, да, или там гоняется за какими-то, там, гаджетами определенные модели, но вот ему очень важно, чтобы у него был именно iPhone, там, или какой-нибудь, там, не знаю, Samsung, вот, то есть ему не так важен функционал, сколько важно, да, вот, Диман согласен с вами про нравственность. Так вот, ему важно не функционал вот этой вещи, да, чтобы там телефон звонил, там, не знаю, планшет в интернет выходил, там, или если телефон такой с интернетом и то и другое, ему вот важно, чтобы у него вот была марка такая, потому что он якобы свой престиж поднимает этим. Вот, так это-то на самом деле никакое не материалистическое рассуждение, а это в чистом виде, вот, то, что Маркс называл, да, товарным фетишизмом, а здесь мы уже наблюдаем даже не просто товарный фетишизм, а вот у Бузгалина, да, и вот у его супруги-профессора Бузгалина, булавка Бузгалина, она вот об этом много пишет, да, симулякры, то есть человек, он уже настолько, вот, тотально отчужден, что он не просто, значит, гоняется за товарами как самоцелью, а он уже вот раб вот этой вот, ну, рекламы, которую крупный капитал достаточно грамотно, да, используя, там, психологические приемы распространяет на трудящихся, да, и вот он как бы даже готов купить то, что ему объективно не нужно, но то, что якобы ему повысит престиж вот в этом буржуазном обществе. Ну, а на деле, понятно, он несет свои денежки, значит, тем, кому это все дело выгодно. Так вот, здесь-то как раз такой человек, он абсолютно как идеалист рассуждает, потому что он, гоняясь вот за этими симулякрами, да, за этими, там, какими-то марками определенными, да, дорогими, чтобы вот свой престиж как-то поднять, он, по сути дела, гоняется как раз вот за такой оторванный от жизни, причем реально ничего не значащий, вывеской, да, то есть ему эта вывеска уже заменила реальную действительность, то есть он берет не то, что ему объективно нужно, и он старается, так скажем, ну, показать свое превосходство не своими поступками, да, вот если мы стоим на материалистической точке зрения, то мы должны, ну, как человек может, там, вот ему хочется, ну, а понятно, всем хочется как-то вот показать, вот, и в том числе и самоутвердиться в хорошем смысле слова, но если мы как материалисты рассуждаем, да, то мы должны поступками это делать, то есть человек, допустим, он умеет хорошо, там, играть на скрипке или, там, он чем-то еще занимается, да, там, творческим каким-то трудом, или он умеет, там, рабочий, там, высокой квалификации, да, вот ты делами и показываешь, что ты, вот, тебя можно уважать, да, вот делами, а здесь, как бы, реальную деятельность заменяет некая вывеска, да, навязанная капиталом, да, некие представления о престиже, которые, опять же, не имеют никакого отношения к реальности, просто навязаны капиталистическим обществом, и человек, он, вот, уже, как бы, гоняется за этими вывесками, а не удовлетворяет какие-то свои, действительно, объективные потребности, и тем более, да, пытается еще возвыситься над другими, вот, именно имея эту вывеску, так это и есть, собственно, самое, что ни на есть, я бы сказал, идеализм, да, ну, разновидность, можно сказать, товарного фетишизма, вот, поэтому, когда говорят, что якобы человек, вот, который, там, что-то хочет изменить, что-то делать, да, вот, изменить мир, причем практически изменить, он понимает, как это нужно делать, да, вот этот человек, как раз-таки материалист, хотя его обыватель может назвать идеалистом, вот, а как раз вот тот, который гоняется за деньгами, как за самоцелью, да, и он уже забыл даже, для чего ему эти деньги нужны, гоняется за, там, какими-то вывесками, как за самоцелью, вот, в которой якобы его сделают лучше, а на самом деле, ну, как бы, это все очень условно, вот, это как раз идеализм, это уход от реальности, вот, да, и вот я согласен, здесь вот написано, получается подмена понятий, вот, действительно, да, и, кстати, эта подмена понятий, я бы так сказал, она достаточно часто сознательно делается, вот, как раз для того, чтобы затушить, вот, это самый основной вопрос философии, вот, ну, вот, это вот первое, что мы, то есть, коренное отличие материализма от идеализма, это именно в решении основного вопроса философии, для материалиста всегда первичная материя, то есть, реально существующая действительность, а для идеалиста сознание. Значит, ну, вот, какие были основные типы до марксовского материализма? Ну, в любом, в принципе, учебнике по философии, по истории философии вы можете найти следующие основные типы. Это древнегреческий материализм, это метафизический материализм 17-го и 18-го веков, это материализм Фейербаха, иногда его еще называют антропологическим материализмом, ну, и еще есть такая разновидность, как вульгарный материализм, но это немножко такая, как бы, ветвь, которая уже менее распространена, но тоже имеет место быть. Значит, ну, вот, если говорить про древнегреческий материализм, то он представлен в первую очередь двумя, я бы так сказал, направлениями, ну, там было много на самом деле, да, если так вот копаться, но основные можно так два сказать направления. Это стихийный материализм, который прежде всего был представлен самыми первыми философами, а именно Милецкая школа, Фалес, Аноксимен, Аноксимандр. А, значит, в чем их стихийность выражалась? Поскольку, как мы с вами уже знаем, изначально философия и наука, они были нераздельны, то мудрецы древней Греции, они занимались изучением окружающей действительности, ну, и неизбежно, значит, параллельно с этим, они же были и философами, потому что науки как таковые тогда еще отдельно от философии не существовали. И древние греки, вот самые первые философские школы, которые там только еще вышли из, собственно, мифологии, они, в чем была их специфика? Ну, во-первых, они были натурфилософскими, то есть натурфилософия – это тот раздел философии, да, или философия, которые занимаются изучением природы, да, естествознания. А, во-вторых, они все искали первоначало. То есть вообще, ну, в самом начале, вот самые первые, вот как раз сложившиеся философские школы, они пытались найти некую первооснову, некое первоначало, которое бы все порождало. И вот, например, Фалес, вот уже упомянутый мной, он считал первоосновой такой вода. То есть для него, ну, и тут тоже мы видим, как бы, кстати, связь с мифологией, да, в мифологии есть тоже океан, да, а здесь вода. То есть с точки зрения Фалеса вода является тем, ну, той первоосновой, из которой все возникает и в которой все превращается. Аноксимандр считал таким первоначалом воздух, вот, то есть вот воздух тоже. Аноксимандр уже вырабатывал такую более абстрактную категорию, как опейрон, то есть неопределенная первооснова, неопределенная первоначала. Но что объединяет вот этих философов, собственно, и в чем их особенность? Во-первых, они видят первооснову в нынешнем реально существующем мире. То есть они говорят не о духе воды, не о боге там огня, не о боге воздуха. Они говорят именно про реальные явления, реальные явления материального мира, которые, собственно, и являются вот тем самым первоначалом первоосновы. Именно поэтому они относятся к лагерю материализма, безусловно. Но в чем вот их такая, что ли, непоследовательность, да, или какая-то, вот почему называется стихийный или еще называют наивный материализм? Ну, потому что понятно, что еще не было каких-то категорий материалистических, да, вот таких вот строгих, и не было системы какой-то философской. И, собственно, первая философская система, она вот возникла у Аристотеля только. Вот, не было еще терминологического аппарата вот настолько развитого. Ну, и сам факт то, что они вот все-таки брали какое-то определенное явление, да, природное, и все к нему сводили, но это тоже в некотором роде такая вот стихийность, да. То есть они стихийно видели то, что имело значение для жизни, но действительно вода, она имеет значение для жизни, да, там воздух тоже имеет значение, огонь вот у Гераклита тоже, да. То есть они вот этим вот явлением, которые важны для человеческого общества, там были в то время, ну, и сегодня, в общем, тоже, да, они их брали за основу. Вот здесь говорю, здесь есть и влияние еще мифологии не до конца изжиты, и вот такого именно практического, что ли, понимания. Вот. То есть здесь они были стихийными, но стихийными, но материалистами, что важно. Дальше, если мы берем Древнюю Грецию, то, конечно, не можем пройти мимо Демокрита и Эпикура. Это очень значимые философы. Собственно, не зря Ленин в своих философских тетрадях, он линию-то, вот, ну, материализм так и назвал, линия Демокрита, да, линия Платона – это идеализм, а линия Демокрита – это материализм. Ну, в чем была суть вот учений Демокрита и Эпикура? Ну, они, у них есть разница определенная, да, но мы, так скажем, сейчас об общем, да, в нюансы не вдаваясь, а некоем общем. Во-первых, все состоит из атомов, то есть Демокрита и Эпикур видели в основе всего мельчайшие частицы, которые они называли атомами. Ну, потом, кстати, это, в общем, гипотеза подтвердилась, ну, понятное дело, что сами атомы, они были не вполне, ну, как бы оказались не вполне такими, как представляли себе эти мыслители, что и неудивительно, да, потому что они до этого логически дошли, а не эмпирически. Но, тем не менее, да, сама постановка вопроса, она глубоко материалистична. То есть, вот, по их мнению, вот этой самой первоосновой, этим самым первоначалом являются атомы. А второй момент, они отрицали то, что все создали боги. Ну, то есть, как бы они даже тут так, богов, они как некие мифологические персонажи, которые где-то там на Олимпе живут, ну, прямо не отрицали, потому что, понятно, тогда это была такая дань времени. Но они считали, что мир материален, что мир никем из богов не создан. Более того, они считали, что и душа материальна, вот. Причем они считали, что душа состоит тоже из мельчайших там атомов и прочее. То есть, это был такой последовательный материализм с гибелью тела, соответственно, гибнет и душа, по их мнению. Вот, а, собственно, если вот говорить про Эпикура, то Эпикур, он считал, что человек должен, вот, кстати, тоже иногда Эпикура так извращают, что, дескать, Эпикур говорил о таком вот исключительно гедонистическом удовольствии. Вот, хотя на самом деле Эпикур говорил о чем? О том, что человек для такой нормальной жизни, он должен прежде всего избавиться от страхов, вот, от страхов. А страхи несет кто? Страхи несет суеверие. И вот Эпикур, он говорил, что одним из главных страхов является страх смерти. Но на самом деле бояться здесь нечего, потому что, как считал Эпикур, когда есть мы, нету смерти. Ну, мы же есть, мы живем, значит, смерти нету. А когда есть смерть, то нас уже нет, и нам, в общем, уже все равно. Вот, и вот Эпикур видел задачу борьбы вот с этими суевериями, со страхами, вот, посредством изучения, опять же, природы, изучения окружающей действительности. Это вот, если говорить о Древней Греции. Безусловно, если мы возьмем, ну, вообще вот, древнегреческую философию, она довольно интересна тем, что там уже возникли вот эти все основные направления, материализм, идеализм, вот, и, кстати, объективный и субъективный тоже мы там зачатки увидим, да, зачатки диалектики. Вот мы будем, когда диалектику разбирать, тоже мы начнем с Древней Греции. Там, конечно, нам будет интересен прежде всего Гераклит, который, в общем, был тоже одним из первых философов. Вот даже интересно, первые философы, они были стихийными материалистами и стихийными диалектиками. Вот, то есть, почему? Потому что потребность познания, она неизбежно человека ведет вот именно в эту сторону. А уже потом появились идеалисты, вот, и, значит, метафизики и прочее. Значит, ну, двигаемся дальше. Дальше идет материализм метафизический, материализм 17-18 веков. Значит, ну, что касается материализма 17 века, он был, конечно, менее последовательный, но здесь стоит вот такие фамилии назвать, как Лок, Гоббс, значит, Бекон, да, ну, Спиноза, я считаю, что его тоже можно к материалистам отнести. Вот, значит, особенность какая была? В 17 веке было два основных направления. Это империзм, значит, который считал, что из опыта все знания проистекают. И второе направление – это рационализм. Ну, вот, собственно, это Декарт, Спиноза, которые считали, что из разума проистекают все знания. Вот, значит, если брать вот именно философию 17 века, материализм 17 века, в чем его было достижение, ну, вот, особенно если того же Гоббса вспомнить, то, что ставилось, вот, опять же, парадигма, что мы получаем свои знания из опыта, да, из органов чувств. Опять же, вот, тот же самый Джон Локк отрицал идею Декарта о врожденных идеях. Вот, Локк считал, что человек подобен чистой доске, на которой уже жизнь рисует свои узоры. И Локк был основателем еще такого направления, как сенсуализм. Сенсуализм – это, то есть, идея о том, что все знания мы получаем через чувственное познание. То есть, чувственное познание во главе. Вот, это, значит, первый момент. Ну, в вопросе религии, вот, в 17 веке еще пока философы в открытую не решались прямо вот говорить, что Бога нет. Хотя, был распространен, ну, были распространены такие течения, как пантеизм и как деизм. Ну, кстати, кто-то, может быть, знает. Давайте немножко я у вас вот спрошу, что такое пантеизм и что такое деизм. Может быть, кто-то ответит. Да, можно, кстати, в микрофон отвечать. Так, вот пантеизм, мир – это Бог. Ну, по сути, да, Бог равно природа. А вот, что касается пантеизма. В принципе, это переходная ступень философии. Да, то есть, вот, наиболее, может быть, ярким представителем как раз вот Спиноза был. То есть, он Бога растворял в субстанции. То есть, у него Бог – это безликая субстанция, которая является первоосновой всего. Сама при этом никем и ничем не определяется, никем не сотворена. А вот такая вечная субстанция, которая находит свое проявление в разных причинно-следственных связях нашего мира. И вот Спиноза так Бога понимал. По сути дела, это, конечно, материалистическая уже трактовка, да, но такой переходный момент. То есть, еще в 17 веке еще философы не говорили прям явно, да, Бога нет. Но они все-таки вот считали, что это вот природа, да. А адеизм – другое направление, вот свойственно как раз оно было Томасу Гобсу. Это идея того, что Бог когда-то давно сотворил окружающий мир. Он его сотворил, создал, а дальше уже этот мир развивается по своим законам. Да, да, вот верно, вот Наталья отвечает. А дальше он уже развивается, мир по своим законам, в которые Бог сам не вмешивается. И, соответственно, вот эти законы, они носят объективный характер. То есть, это была, по сути дела, переходная ступень от религиозного сознания к сознанию материалистическому, атеистическому даже. Ну, фактически, фактически, конечно, это материалистическое рассмотрение вопроса, потому что здесь, ну, как бы слово «Бог», оно сохранялось, потому что, опять же, сами понимаете, время было такое, да, как бы отрицать Бога, это считалось, ну, чем-то таким из ряда вон выходящим. Вот. Но, тем не менее, по факту, конечно, вот эти философы, они уже были материалистами, и не зря церковь очень их не любила. Там того же Декарта, того же Спинозу, Спинозу вообще отрекли от церкви. Вот. То есть, здесь это очень важно понимать. Ну, а дальше идет у нас уже XVIII век. XVIII век – это такая, ну, высшая стадия развития метафизического материализма про реформацию. Ну, я тогда в конце буду отвечать, но реформация, безусловно, сыграла свою роль. Но тут, скорее, я бы связывал не только с реформацией. Здесь, понимаете, вот, да, о чем я не сказал, а надо было сказать. Вообще материализм стал развиваться вот именно в XVII-XVIII веке очень сильно. Это вот я специально сейчас проговорю. Благодаря развитию мореплавания и развитию наук, потому что открывались новые рынки сбыта. Да, это как раз вот эпоха великих географических открытий. Это все приводило к тому, что необходимо было что делать? Необходимо было развивать производительные силы. Да, отсюда вот зарождался тот самый капитализм, который там позже стал господствующим строем. И отсюда, безусловно, буржуазия, да, как поднимающийся класс, она нуждалась в чем? Она нуждалась прежде всего в развитых производительных силах. А для того, чтобы это сделать, должна была быть развита наука, да, то есть познание. И отсюда вот буржуазные философы того времени, они как раз-таки вытесняли религию, да, и способствовали распространению материализма. То есть я бы сказал то, что все-таки, ну, не только реформация, а в первую очередь развитие материализма в 17-18 веке было связано с развитием техники, да, с развитием наук, ну и в конечном счете с развитием капитализма. Вот, значит, что касается философов 18 века, да, материалистов, я сейчас говорю именно о материализме. Значит, ну, к основным из них можно отнести таких, как Гальбах, Гильвеции, Ламетрии, Дидро. Поэтому достаточно интересные были философы, в чем, вот, собственно, особенности их взглядов. Ну, во-первых, материализм 18 века выступал со всей решительностью против религии и объявлял разум меры всего. То есть здесь уже не было таких компромиссных, ну, были, конечно, и те, кто продолжал находиться на позиции деитма, вот, но, тем не менее, тем не менее, значит, уже многие философы, ну, во всяком случае, тех, кого я назвал, они выступали с радикальных именно атеистических позиций. Опять же, ну, надо понимать, почему. Потому что религия в то время поддерживала умирающий феодальный класс. Религия в то время была служанкой как раз феодализма, да, который сдавал свои позиции. А буржуазия на тот период времени была классом прогрессивным, способствовала развитию технического прогресса, научного прогресса. Ей, конечно, был нужен материализм. Да, и вот это развитие материализма – это отражение как раз развития поднимающегося буржуазного класса, который на тот момент времени, повторюсь, был классом прогрессивным. Вот, тут, опять же, мы должны диалектически подходить. Вот сегодня буржуазия – реакционный класс. И, кстати, обратите внимание, сегодняшняя буржуазия, она, подобно феодалам, берет на вооружение всю ту же религию. Да, вот отсюда вот эта риторика духовных скреп там и тому подобное. То есть, если говорить про российскую, особенно вот буржуазию, и вот там протурецкую, но в таких вот странах с сильным элементом традиционализма, то мы увидим, что сейчас даже уже, наверное, скоро вот философы 18 века будут считаться крамолой, потому что как же они же Бога отрицали. Вот, то есть, мера всему разуму. Материализм выступал вот этот 18 века против религии. Второй признак, да, цель науки материализма 18 века видел в познании природы. То есть, не просто там в каких-то умозрительных рассуждениях, а именно в познании, ну и в познании природы, естественно. Материя материалистами метафизическими объявлялась движимой, то есть, подвижна с их точки зрения. Даже было такое высказывание у Дидро, по-моему, нет материи без движения. Но, казалось бы, вот этот момент, он уже, ну, можно даже его считать элементом диалектики. Они вообще местами подходили, кстати, к диалектике, местами можно найти там места, где, в общем, очень близко было. Но все-таки движение само понималось механистически. То есть, как просто перемещение в пространстве, как перемещение там у каких-то частиц, ну и так далее. Ну, опять же, надо понимать, что вот это вот механистическое понимание движения, оно было связано с тем, что науки того времени, они, собственно, только такое движение и знали. То есть, тогда еще даже, ну, в общем, физика начинала развиваться, а так в основном механика и была развита. То есть, поэтому тут нечему удивляться. Это естественно. Они были ограничены условиями своего времени. То есть, им нельзя ставить это в вину. Но, тем не менее, да, это, конечно, определенная ограниченность. А материалисты XVIII века считали, у них было такое интересное понимание свободы человека. Человек, с их точки зрения, во-первых, отличался от машины лишь тем, что это более сложное образование, да, более сложная структура. Ну, собственно, вот даже у Луни-3 есть трактат «Человек-машина». Отражает такое понимание, да, механическое, да, опять же, не диалектическое, а механическое понимание человека. Вот. А вся деятельность человека, она абсолютно детерминирована причинно-следственными связями и внешними обстоятельствами. И отсюда материалисты XVIII века отрицали свободу. Собственно, если вот почитать того же Гальбаха, то там можно, у него есть работа такая «Система природы». Интересная, кстати, работа. Если вот кому-то захочется погрузиться в философию, то можете ее почитать. Ну, я специально ее задавать не буду, вот, потому что она довольно большая, да, и все-таки мы изучаем марксистскую философию, а здесь будет копание. Ну, кому интересно, вот я советую. Все-таки так это довольно интересно написано. Так вот, там мы можем видеть что? Там мы можем видеть абсолютный фатализм. То есть свободы выбора у человека нет. Любой выбор, он так или иначе обусловлен причинно-следственными связями, да. Причем эти причинно-следственные связи, они рассматривались именно в таком механическом отношении. То есть, условно говоря, я вам сейчас читаю лекцию, потому что там когда-то, там, я не знаю, я посмотрел на небо, и солнечный свет так воздействовал на мои, на мою, там, не знаю, на мои клетки, да, что вот у меня возникла такая мысль, да, или я там что-то съел, и это привело к химическим реакциям в моем организме, у меня вот возникли такие-то мысли. То есть такое понимание тоже метафизическое несколько. Вот, значит, в теории познания, да, материалисты XVIII века, они шли залогом, то есть были, опять же, сенсуалистами, и заключается это в том, что отвергались какие-либо врожденные идеи, опыт объявлялся единственным источником знания, вот, ну и вообще чувственное познание, оно как бы считалось вот тем каналом, через который человек приобретает знания о мире. Вот, а сам человек подобен вот такой чистой доске, на которой уже природа свои узоры рисует. Дальше. Сенсуализм в теории познания вел к определенному пониманию общественных явлений. И здесь очень интересные противоречия, вот как раз уже в их взглядах, которые они не смогли разрешить. С одной стороны, если все формируется опытом, то люди равны от рождения по своим способностям. И отсюда, в общем, прогрессивная идея равноправия вытекает, и, собственно, ну, материалисты XVIII века, они вообще выступали, вот, если мы их социальную философию возьмем, то там как раз мы увидим вот концепции вот этих правового государства, да, вот буржуазно-демократические, гражданского общества, равенство всех перед законом, ну и так далее. Вот. Это первый момент, да. Характер человека, психика человека определяется воспитанием и средой. То есть человек с этой точки зрения продукт среды. И вроде бы здесь мы уже можем даже почти поддержать, то есть звучит-то это материалистично, действительно человек это продукт среды. Но вот и тут, собственно, метафизический материализм ограниченность свою проявляет. Почему? Потому что сама среда, сама среда объясняется результатом господствующих в обществе мнений. Мнений, идей, правовых учреждений. То есть тут получается такой заколдованный круг, что мысли человека, это результат, значит, того, что человек продукт среды, а сама среда определяется господствующими мыслями и там правовыми политическими учреждениями. То есть, ну опять же, вот мы возвращаемся к тому, что миром правят мнения. То есть, по сути дела, здесь вот при изначальной, вроде бы даже почти материалистической посылке, да, о том, что человек есть порождение среды. А в итоге вот эти философы, они возвращались к идеализму. И вот об этом противоречии очень неплохо писал Клиханов. К сожалению, его очерки по истории материализма в интернете не нашел в таком виде, в электронном. Но если есть у кого-то избранное произведение, там, пятитомник, то вот я советую, уже там у него работа о монистическом взгляде на историю. И вот как раз вот эти очерки по истории материализма. Есть небольшие статейки, там такие как о материалистическом понимании истории. Вот там он как раз показывает и указывает на ограниченность вот этого самого материализма 18 века. Вот. Дальше у нас идет более развитая форма материализма. Это уже материализм века 19-го. А именно антропологический материализм, его так называют материализм Фейербаха. Ну, по большому счету, это вот уже притеча марксизма. И вот, ну, основные признаки вот этого материализма какие? Ну, во-первых, решался однозначно, значит, в пользу материализма основной вопрос философии. То есть Фейербах, он считал, что первичным является не сознание, а материя. То есть он в этом плане выступал как последовательный материалист. Вот. И, собственно, вот этот руководящий принцип, да, что, значит, бытие, да, определяет мышление, он был в его философии. Ну, если говорить об его теории познания, тут он придерживался, опять же, сенсуализма, то есть опыт основной источник знания, и те каналы, по которым мы получаем знания, это чувственное познание прежде всего. Вот. И, собственно, он считал, что вот наши ощущения, да, они вызываются воздействием вещей на органы чувств. Вот. А мышление по Фейербаху – это свойство живого телесного человека, его мозга. Вот. Это вот такой его была позиция. Значит, интересный взгляд у Фейербаха на религию. Вот. И здесь он, кстати, подошел поглубже, чем материалисты XVIII века. Потому что он скрывал психологические корни религии. Собственно, если материалисты XVIII века считали, что религия господствует, потому что попы, значит, обманывают необразованных людей, а необразованные люди, если им, соответственно, дать образование и знания, и воспитание иное, они откажутся от религии. Ну, это такой немножко тоже примитивный, как раз вот такой чисто просвещенческий взгляд, что если всех просветить, если монахов просветить, они будут руководить в интересах народа, если народы просветить, то они не будут, соответственно, цепляться за религию. Вот. Хотя на самом деле все оказалось, к сожалению, намного сложнее, да, чем себе представляли вот философы XVIII века. То у Фейербахова он уже подходит к психологическим корням религии. С его точки зрения религия – это форма отчуждения. Человек, он в Боге видел идеал своего могущества и одновременно расписывался в своей слабости. То есть в чем здесь дело? Человек, будучи зависимым от природы, он чувствовал с одной стороны определенную потребность и определенный, ну, у него формировался, так скажем, идеал, да, того, как он себя видел. Вот. И в этом идеале, по большому счету, и как бы является, вот этот идеал является воплощением Бога. Собственно, ну, вот не зря тот же Фейербах говорил, да, что Бог есть не что иное, как мистифицированная идея человеческой мощи и разума, да, то есть мистифицированная идея человеческой мощи, то есть человек, не Бог человека создал, а человек его сам создал. Но создал его, опять же, почему? Потому что он нуждается в чем-то более сильном, он нуждает вот в какой-то мощности. Потому что человеку зависим, у человека от природы зависим, то на определенном этапе вот эта зависимость порождает отчуждение человека, да, и религия – это одна из форм такого вот отчуждения. И вот, собственно, создавая понятие Бога, человеку он выражает не только вот идеал собственной мощности, да, и собственной вот независимости, бессмертие, но и в определенном смысле вот бессилие. И в этом плане, конечно, здесь это глубже подход, чем у философов XVIII века, но все равно вот Фейербах, он показывая довольно глубоко психологическую сторону религии, все равно он ее не докручивает до классовой стороны религии. А между тем мы знаем, что развитие религии связано с возникновением классового общества, да, в том числе, собственно, религия – это еще инструмент управления обществом, и, в общем-то, ну, корни религии стоит искать, вот, религиозных конфликтов именно в классовой основе. Вот, что, конечно, не исключает важности и психологической основы тоже. То есть здесь, как бы, это не значит, что психологическая сторона полностью отсутствует, но поскольку мы, как материалисты, должны понимать, да, что психология человека, она основывается на его общественном бытие, да, общественное бытие – это, прежде всего, способ производства, то, соответственно, вот никуда мы здесь от классовой подоплеки не денемся. Но вот об этом, как раз, у Фейербаха нету. Значит, ну и центральное понятие вот его философии – это человек. То есть Фейербах вообще, он обращает внимание на человека, как на часть природы, да, как на единство материального и мыслящего. Ну, собственно, человек – это и есть мыслящая материя. Вот, и Фейербах. Но, опять же, в чем здесь вот у Фейербаха ограничено? То есть он рассматривал человека вообще, он рассматривал природу человека вообще, он рассматривал человека в большей степени с биологической точки зрения, с биологической. То есть вот в этом плане тоже материализм его был довольно ограничен, ну и не мудрено, что если говорить об истории, то он больше всего как раз-таки говорил о нравственности, да, о моральных разных вот аспектах. Но вот такого материалистического понимания истории у Фейербаха не было. Вот, значит, ну основные его вот стороны, вот так скажем, которые его материализм все-таки еще диалектическим не делали, да, делали достаточно ограниченным материализмом. Какие? Это, во-первых, то, что Фейербах, он не очень попонял диалектику и не использовал ее, то есть все-таки это еще метафизический материализм, характер его материализма, что немаловажно, да, потому что созерцательный характер материализма, он фактически, ну, игнорирует деятельность человека. Да, у Фейербаха деятельность человека сводилась именно к опыту, к чувственному опыту, который он получает взаимодействие с окружающей действительностью, да, но все-таки тут практика-то она шире, чем только опыт. Вот, опять же, да, природа человека, она отрывалась у него от социальных и классовых условий, да, в основном с биологической точки зрения рассматривалась, ну, и религия также, вот, она объяснялась именно скорее психологически, чем социально-экономически. Но, тем не менее, все вот эти вот моменты, они не умаляют философию Фейербаха, то есть это была прогрессивная философия для своего времени, по факту это была, ну, притеча марксизма, да, не зря, когда мы говорим об источниках марксизма, мы всегда называем, да, Гегель-диалектик и материалист Фейербах, и, в общем-то, ну, если вот брать те времена, то это вот уже, что материализм XVIII века, что Фейербах, это была, конечно, прогрессивная философия, тем более, что вот в XIX веке, что особенно тоже стоит отметить, развивался идеализм активно, то есть если XVIII век это был век наступления материализма, да, то XIX век это век уже наступления идеализма, да, философия Канта, потом Юм, Гегель, да, вот все вот эти фихты, опять же, вот немецкая классическая философия, вот, все они были идеалистами, и Фейербах, его достоинство, то, что он отстаивал материалистическую линию философии, пусть и, значит, он не понял диалектики, но вот сам факт защиты и материализма, это, безусловно, в общем, его заслуга. Ну и есть такой еще вульгарный материализм, с которым полемизировал Ленин в материализме и империокритицизме, Бюхнер и Фокт, его основатели, ну, они упрощенно понимали вопрос материи и сознания, то есть, фактически, они отождествляли сознание с материей, с их точки зрения мысль выделялась мозгом, ну, как желчь печенью, да, хотя вот идеально это оно тоже есть, да, то есть нельзя понимать мысль, ну, вообще сама по себе мысль, вот, если мы берем не ее результат, не причину, по которой она возникает, то есть, если мы берем причину, то, безусловно, мысль, ну, возникает благодаря работе мозга, это однозначно и даже тут и спорить не о чем, но сама мысль, как некий образ, сама мысль, как некий образ, это все-таки идеально, то есть, вот образ, который возникает у человека в результате его практической общественной деятельности, да, по-другому нельзя, потому что моя мысль, это не только вот в рамках моей головы, вот об этом Ильенков, кстати, тоже справедливо писал, у него, вот если почитаете статьи об идеальном, вот у него там эта мысль высказана, то есть не просто в моей голове формируются там какие-то мысли, отражения, а это формируется в обществе, да, потому что то, что в моей голове вот те образы формируются, они, по сути дела, являются слепком с моей деятельности, а деятельность, она всегда так или иначе, значит, связана и сопряжена с общением с другими людьми, с взаимодействием с другими людьми, вот. Ну и последнее, вот уже переходим к нашему, собственно, диалектическому материализму, я уже рассказывал основные особенности диалектического материализма, но на всякий случай их повторю, значит, что вот опять же, да, мы видим, во-первых, нужно видеть социальные корни, то есть если материализм 18 века, там 17-18 века, метафизический материализм возникал в условиях поднимающейся буржуазии, да, как, ну, некий идеологический, философский таран умирающего феодализма, то есть буржуазия на тот момент была прогрессивным классом, и она вот всячески была заинтересована в развитии материализма. То есть здесь мы уже имеем класс новый, поднимающийся, да, а именно класс пролетариат, который был тоже, собственно, заинтересован в научном выражении своих интересов, и вот этим самым научным выражением интересов пролетариата стала марксистско-ленинская теория. Ну, марксистская теория потом уже и Ленин добавил, но сейчас отрывать их друг от друга нельзя. И в чем особенность именно философии? Философия марксизма, она, во-первых, повторяю это еще раз, потому что уже мы об этом говорили, во-первых, соединение диалектического метода и материалистической теории, то есть здесь вот это вот вечное, так скажем, несоответствие теории и метода, да, когда материализм был в основном метафизическим, а диалектика как раз развивалась больше идеалистами. Вот это противоречие, оно преодолено, то есть диалектика поставлена с головы на ноги, как сам Энгельс вспоминал и характеризовал переворот философии. То есть материалистическая теория, она опирается на диалектический метод познания. Дальше преодолевается созерцательный характер философии, то есть, ну, известный тезис Маркса, одиннадцатый тезис о Фейербахе, да, что философы разным образом пытались объяснить мир, а надо мир изменять, да, вот здесь вот именно идея того, что человек не просто отражает, да, в своем сознании окружающую действительность, а идея того, что человек сам, являясь материи, обладая свойством отражения, еще и преобразует, а это очень важно, да, потому что если не преобразовать, то и отражать нечего будет. То есть мы отражаем, не просто отражаем внешнее, да, а мы еще и преобразовываем. Вот даже, ну, посмотреть технический прогресс, посмотреть вот в окно, если выгляните сейчас, да, вы увидите там, ну, скорее всего, вы вряд ли там увидите какой-то природный пейзаж, если только вы не за городом или не рядом с каким-то парком, а вы увидите каменные джунгли, да, и то есть мы можем видеть, что вот человек, ну, как пример вот этих домов, это есть не что иное, как не просто отражение, да, материя первична, а мы вот сознанием отразили, но это и преобразование, то есть дом-то его надо построить, спроектировать, там улицы надо спроектировать, ну, и так далее. Вот, то есть вот это практическая составляющая. Ну, и то же самое в истории, то есть история это не просто там как какие-то наборы случайностей, а это закономерный процесс, который изменяется самими людьми. Вот это тоже важно понимать, да, то есть движущие силы истории это народные массы с точки зрения марксистской философии. Ну, и, конечно, вот, то есть первое, да, опять же, соединение диалектики и материализм, второе, преодолен созерцательный характер материализма, и третье, это распространение материализма на изучение общества. Опять же, было решено вот это противоречие, которое имелось у материалистов XVIII века и продолжало сохраняться у Фейербаха, когда у нас вроде человек продукт среды, а среда это продукт мнений людей. А здесь уже показано было, что в основе лежит способ производства, то есть производительные силы и производственные отношения, да, и именно на этой основе возникают те или иные идеи, те или иные политические учреждения, вот, и та или иная классовая структура общества, да. Ну, собственно, мы, если будем выстраивать здание, то базис способ производства, в рамках способа производства, значит, складывается социальная структура с разными классами, вот, и уже как отражение классовых интересов возникают вот право, идеологии различные, там, философские школы, религия и так далее, вот. Ну, теперь, что касается определения материализма, последнее, я, пожалуй, скажу, да, определение материализма, которое тоже мы затрагивали, но стоит его так специально, может быть, даже выразить, может быть, даже записать, значит, вообще современное классическое определение материи, не материализма, прошу прощения, материи, определение материи, было дано еще вот тем же самым Гальбахом, да, он понимал под материи все в объективной реальности, что воздействие каким-либо образом на наши чувства вызывает ощущение. Вот, ну, оно такое немножко сложно, может быть, его запомнить, но суть-то, в общем, она ясна, да, все, что так или иначе на нас воздействует, на наши органы чувств, это материя. Ну, более точная дефиниция, более, может быть, строгая, была дана Владимиром Ильичем Лениным в работе материализм и империокритицизм. И вот это определение ленинское, оно вообще вошло во многие учебники, да и до сих пор его используют, можно найти там в словарях это определение. Значит, что Ленин говорил о материи, что материя это философская категория для обозначения объективной реальности, данной нам в ощущениях, отображаемой нашими органами чувств и существующей независимо от нас. Вот это философское определение материи, вот не зря Ленин пишет, да, философская категория, то есть мы в данном случае говорим не о физическом, не о естественно-научном, а о философском понимании материи. И это определение ведь было тоже не просто так им дано, а оно было дано в полемике с махистами, это разновидность субъективного идеализма, которые считали, что вот поскольку был открыт электрон у атома, да, самая мельчайшая частица, то якобы материя исчезла, то есть якобы мы, ну, уже проникли вглубь, что там уже и материи нету, вот, что, и вот, дескать, доказательство, что все, что нас окружает, это комплекс наших ощущений, там и так далее. А Ленин, он как раз показывал, что этим открытием, наоборот, мы показываем, что мы перешли тот рубеж понимания и знания материи, который у нас было, и углубили свое знание материи, и поэтому вот формулируя это определение, да, что материя это, во-первых, объективная реальность, то есть все, что существует, все, что вообще в природе есть, это все материя, то есть это и человек материи, какие-то мельчайшие частицы материи, и там, не знаю, космос, это материя, то есть все, все, что есть, то есть объективная реальность, материя как категория, обозначающая объективную реальность. Ну, а дальше понятно, данная нам в ощущениях, поскольку мы только через ощущения можем как-то ее воспринимать, да, отображаемая нашими органами чувств, ну, тоже понятно, и существует независимо от нас. Ну, то есть, независимо это в каком плане? Что само существование материи, как вот философской категории, оно не зависит. Есть человек, нет человека. То есть, вот с точки зрения субъективного идеализма, субъекта нет и материи нет. Почему? Потому что в субъективном идеализме там как-то мы имеем дело не с материальным миром, а мы имеем дело с нашим представлением о материальном мире. А у Ленина нет. У Ленина хоть есть субъект, хоть нет, а материя, она все равно есть. Потому что это объективная реальность. И человек лишь одна из форм материи. Но это какая-то высокоорганизованная форма материи, обладающая способом отражения, способностью отражения, то есть сознания. Ну и существует вот несколько форм движения материи. Это механическая, физическая, химическая, биологическая и социальная. Я не буду там затрагивать каждую из них, да. Просто хочу, чтобы вы обратили внимание на такую интересную вещь. Вот каждая более высокая форма, вот если мы там возьмем, ну, к примеру, мы возьмем биологическую форму. Вот биологическая форма, она в себя включает и механическую, и физическую, и химическую. Но включает в снятом виде. То есть, каждая новая форма, более совершенная форма движения материи, она не исключает предшествующие формы, но одновременно с этим не означает механического сложения этих форм. Здесь вот виден, кстати, как раз определенный диалектический скачок. То есть, например, социальная форма движения материи, которая проявляется в развитии человеческого общества, да, связана с общественной жизнью, но, опять же, да, вот развитие там производительных сил, производственных отношений, закономерности человеческого, ну, развития человеческого общества, перехода от формации к формации. Вот социальная форма движения материи, она в себя биологическую включает. Ну, мы же дышим, мы ходим, да, мы, там, так скажем, воду пьем, питаемся, да, должны получать какие-то полезные вещества. Механическую включает тоже, биологическую, химическую. То есть, все в себя включает, но в снятом виде. Почему? Потому что здесь мы имеем в виду не то, что вот биологическое плюс химическое плюс, там, механическое плюс физическое, это вот социальное. Нет, это не просто. Если просто механически сложить, не получится. Социальная форма, это уже другая форма движения материи. И, соответственно, каждая вот из форм движения материи имеет свои закономерности. И это вот, кстати, к слову говоря, говорит нам о чем? О том, что вот, например, социальную форму движения материи ни в коем случае нельзя сводить к биологической. Потому что есть направления в социальных науках, которые пытаются общество изучать по аналогии с биологическим существом. Ну, дескать, вот человек-животное, давай-ка мы вот законы биологии, законы естественного отбора и так далее, да, будем интерпретировать на развитие общества. Это неправильный подход, потому что социальная форма имеет свои закономерности, да, и ее надо, ну, в общем, это отдельная форма движения материи. Вот. Но тут важно вот видеть вот это вот, ну, так скажем, поступательное возвышение, да, что каждая новая форма, она включает в себя все предыдущие, но включает в снятом виде, да, то есть мы уже вот все-таки, когда социальная форма движения материи, да, например, там, мы питаемся, не когда нам вот мы захотели там и пошли, там, например, если вот на лекции сидят студенты, да, вот, или преподаватель, да, но мы же так не делаем, захотели там, у нас биология преобладает и пошли там кушать, да, на лекцию забив при этом. Такого мы не делаем, да, а если иногда такое происходит у студентов, это как бы осуждается, да, потому что тут социальная форма, что есть определенные правила, ну, и так далее. То есть уже биологическое здесь, оно как бы встроено в социальное. Вот, ну, и вообще человек, существо-то, в общем, социальное, общественное. Вот, значит, ну, я на этом, наверное, завершу. В следующий раз будем изучать, мы материализм так неплохо уже весь месяц изучали, в следующий раз будем изучать диалектику, и я бы, вот, я думаю, вы уже прочитали основная масса из вас Энгельса, дальше я вам сброшу, будем изучать работу, она маленькая совершенно, но довольно интересная работа Сталина о диалектическом и историческом материализме. Я думаю, вот эту работу надо обязательно всем будет прочитать. Вот, ссылочку я сброшу, благо эта работа, она есть везде, и много где ее можно найти. Так, ну, я тогда с своей стороны все, значит, свой монолог я закончил. Закончил? Ну, а в общем-то, у кого вопрос, вот я пока вижу один вопрос, значит, Александр Соколов спрашивает, ну, я сейчас выше поднимусь, нет, вроде бы больше нету. Вот, Александр Соколов спрашивает, значит, а что вы думаете о религии, как в опоре на вечное, а не на временное, что пугает сознание, так как человек всегда ищет опору. Значит, совесть материалиста перед обществом имеет идеальный оттенок, так как нечто условное вечное. Значит, ну, смотрите, по первому вопросу, конечно, религия, она является вот такой попыткой найти человека, как бы как, человека действительно пугает, что он не вечен. Вот, и не каждый человек с этим может смириться. Почему не каждый может с этим смириться? Ну, потому что, нас пугает, что когда-то нас не будет. И человек, и человек, вот, и человек, он, ну, ищет действительно какую-то опору, а религия эту опору дает. Она ему дает надежду на то, что после смерти что-то будет, да, она ему дает определенный набор ценностей, вот. Ну, просто надо понимать, что основа этого, основа этого, это не понимание действительности, а это некий уход от реальности. То есть, человек, он надеется на то, что будет когда-то, вот ему сейчас не очень хорошо, ну, там, он будет сейчас себя вести правильно, а вот на другом свете будет хорошо. а так, то, что это, в общем-то, определенный опор, определенное утешение, это безусловно. А насчет второго, совесть материалиста перед обществом имеет идеальный оттенок, так как нечто условно вечное. Я вот не совсем, не, ну, идеальный оттенок, конечно, совесть, вообще наши мысли, общественное сознание, они как бы имеют идеальный оттенок, то есть, ну, собственно, как определенные образы, да, как определенные идеи, вот, это область идеального, раз другое дело, что это возникает на базе материального, то есть, без материального это не возникнет никогда, вот, и в этих образах, там, в том же понятии о совести, в тех же понятиях морали все равно отражаются реальные, материальные отношения между людьми, вот о чем речь идет, так, подскажите, пожалуйста, работа института будет в онлайн формате или по старинке, в смысле, по старинке, наверное, в оффлайн имелось ввиду, я так скажу, что будем пробовать, но я думаю, пока мы так сделаем, у нас в таком режиме очном, скорее всего, будет политклуб, вот, политклуб, там, дискуссии различные, что касается именно учебы, я честно не знаю, тут понимаете, какой момент, надо об этом подумать будет, но здесь ведь нас собирается больше, и тут люди с разных городов, вот в чем плюс вот такого онлайн формата, а если, например, оффлайн, но это только кто в Москве живет, ну, либо надо подумать будет, вот, с техническим моментом, проблема в том, что та библиотека, вот, где мы собирались раньше, она нам помещение больше не дает, может быть, дадут, надо будет мне позвонить туда, но пока не знаю, пока мне кажется, в онлайновом формате, в принципе, неплохо, потому что здесь охвата аудитории больше, здесь люди не только из Москвы, да, но и из других городов, значит, Александр Соколов, не только после смерти, а в жизни, чтобы, чтобы была опора для, нет, безусловно, религия, она дает такую опору, вопрос в том, что это опора, основанная на бегстве от реальности, то есть, она дает опору, да, она дает определенную, ну, надежду, что кто-то мощный, рядом с тобой, что там бог тебе помогает, но это опять же, это психологическая сторона, да, в реальности-то этого нету, а то, что она психологически выполняет такую роль, это да, так, может немного отрешенно, с точки зрения марксизма, может ли машина стать личностью, станет ли развитие науки и техники новым этапом эволюции, машина заменит людей, ну, по поводу, кстати, машины и интеллекта, я вам советую почитать, Эвальда Ильенкова, у него работа называется «О быдлых идеалах», там вот тема, как раз это раскрывается подробнее, на тему, как раз, вот может ли машина заменить человека, вот, нет, я не думаю, что вот то, о чем вы пишете, произойдет, машина, она может заменить какие-то автоматизированные, рутинные функции, это и неплохо, вот, но все-таки творческий именно труд, ведь все равно любая машина, даже сложно запрограммирована, это все равно определенная программа, вот, а человек это уже не программа, человек он, вот в том-то и дело, что он мыслит, да, то есть он принимает в каждый отдельный момент решение, ну, тут вопрос интересный, но нет, не заменит, вообще я отсылаю вас к Ильенкову, об идолах и идеалах, там в самом начале книжки, на эту тему вот рассказано, чем будет отличаться мышление идеалиста и материалиста, если они хотят построить дом, ну, если честно, я может быть отвечу сейчас примитивно, но мне кажется, идеалист он будет думать о том, что надо дом построить, какой будет у меня хороший дом, а материалист его построит, то есть идеалист он будет думать о том, какой дом будет в итоге когда-то, а материалист он будет думать о том, как этот дом построить и где взять материал и в конечном счете построить, вот я думаю так, не, ну, почему идеалистов не существует, вы же спросили конкретно про то, как будет строить дом, материалист и идеалист, идеалист может же в части построения дома действовать как материалист. Ну, вообще, на самом деле, если мы возьмем людей, то вот мы, когда действуем, независимо от человека, какое у него мировоззрение, мы все немножко стихийные материалисты. Ну, то есть не немножко, а даже очень немножко. Потому что, когда человек, например, строит дом, и пусть он там 10 раз верующий, пусть он идеалист до мозга костей, когда он строит дом, когда он планирует и сходит из наличия наличного материала, то он ведет себя как материалист. Просто это стихийный материалист, непоследовательный. Да, 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 вот Диман правильно совершенно в жизненной практике. Вот у меня есть коллега, например, да, он старообрядец. Понятно, что он идеалист по своей философской, вот, так скажем, позиции. Но когда он строит у себя в деревне дом, он вполне себе материалист в этом. То есть в жизненной практике мы материалисты, мы все равно опираемся на объективную реальность. Я хотел вот спросить, какой вопрос с Энгельсом разобрались все? Насколько там получилось, не получилось? Микрофон, можно задать вопрос, да? Да, да, да. А как вот вы относитесь, к примеру, с современным работам, допустим, да? Вот если, опять же, рассматривать тех старых философов, то они как бы опирались, да, на, ну, философские модели и на те открытия, которые были тогда достигнуты на тот период развития общества. А как вы относитесь к современным, допустим, открытиям о мозге и прочих моделях? Ну, я физиологию вот головного мозга, честно скажу, подробно не изучал. То есть здесь, наверное, надо, ну, кого-то покомпетентнее можно спросить. Очевидно совершенно, что к любым открытиям в науке я отношусь положительно. И, в общем-то, ну, любые научные открытия, в частности, касательно человеческого мозга, они в любом случае нас приближают к, ну, что ли, к большей свободе, да, к большему господству над обстоятельствами. Но детальное просто здесь не могу сказать, потому что не так подробно погружен, что ли, вот в эту тему. Вы бы конкретно, может быть, потом что-то написали, я бы посмотрел какие-то, может быть, материалы. Тема там сегодня, как бы, есть Роберт Сапольский, курс лекций, переведенный на русский, 24 лекции, плюс вот работа Дэвола Инглмана, которую я на данный момент читаю. Вы сбросите ссылку, я бы посмотрел, я, честно, их не читал, поэтому я бы говорю, я тут подробно не могу ничего сказать, вот, ну, как бы, в любом случае я говорю к научным открытиям отношения положительные, вы спросите мне, может быть, или в чат, или вот мне, может быть, даже, я бы поизучал, вот я сейчас скину работу по Сталину, ее, ну, она маленькая, ее нужно прочитать. Ну, и да, кто чего читает, например, какие-то, вот, в том числе и специальные исследования, вы тоже кидаете, потому что мы все, ну, как бы читаем разное, кто-то больше читает, там, например, социальную философию, кто-то больше читает, там, может быть, физиология, то есть мы все равно всего мы не знаем, да, и я всего тоже не знаю. Вот как раз, да, извините, что перебиваю, просто как раз проблема, проблема, да, что, как бы, когда начинаешь говорить о биологизаторском подходе, все тебя объявляет сугубо, там, да, отклонистом, идеалистом, и все, как бы, а ты, по факту, просто привел данные современные, да, по физиологии. Не, ну, это, да, это нужно, опять же, изучать, да, и, ну, опять же, я, вот, если данные брать, то, когда обычно вот публикуют, их можно интерпретировать по-разному, но так или иначе, они не опровергают основ материализма, вот, а по поводу, по поводу того, кто что читает, вы сбрасываете, да, здесь вот, кстати, кто-то написал, вот, в кратком курсе ВКПБ, да, это шестая глава, если, это глава из краткого курса истории ВКПБ, но она и как отдельная статья шла, это как раз вот статья Сталином написанная, очень просто, популярна, я, честно говоря, вот обычно, когда лекции читаю по диалектике, вот, я эту статью активно использую, Сталин умел писать, и умел доносить мысли, просто, и, ну, и, кстати, как теоретик, у него тоже есть многие идеи интересные, но это можно отдельно как-нибудь, о вкладе Сталина в марксизм поговорить, да, Корнфорд тоже, про какую вы практику говорили в партии, ну, тут задач много, это и рабочее движение, работа с рабочим движением, например, там, в области юридической консультации, какой-либо, да, это и, ну, например, вот у нас агитационно-пропагандистское направление, там, начиная с листовых, заканчивая, вот, YouTube-каналом, да, те же самые видеоролики, те же самые, там, например, какие-то, написание сценариев, вот, на самом деле, очень много, да, разной работы, вот, если есть интерес, то, пишите в личку, и, ну, опять же, да, и теоретическая работа, там, статьи на сайт, вы пишите лучше на сайт Росфронта, там, или, или на сайт РКРП, ну, там, в принципе, будет письмо, там же есть, куда можно написать, и с вами свяжутся. Про непоследовательность идеалиста, практическая деятельность, так, ну, любой человек, занимающийся практической деятельностью, так или иначе, он становится на позиции материалиста, то есть, стихийно даже, ну, все равно, потому что, если мы занимаемся практической деятельностью, ну, никуда тут не денешься, все равно волей и неволей, потому что взаимодействуешь с реальной действительностью, все равно ты должен планировать эту действительность, рассчитывать силы, а это уже материализм. Так, есть вопрос по советской марксистской ленинской, но лучше оставить на потом, и по современному течению материализма. Ну, на самом деле, после диамата, диалектического материализма, особенно, в философии-то ничего принципиально не поменялось. Ну, то есть, нет, есть много разных течений, там, структурализм, позитивизм, но они не марксистские, они как раз, как правило, воссоздают идеализм, на самом деле. А что касается именно марксизма, ну, сегодня течений много, но, опять же, в основном, это течения все в области социально-философских расхождений, то есть, даже, ну, взять, если нашу, вот страну, я вот, ну, можно назвать, там, того же Попова, Бузгалина, там, не знаю, Кагарлицкого, там, еще там, Ильенковское направление, вот, ну, как бы, я не знаю, кто бы из них отрицал, вот, например, диалектический материализм, то есть, споры идут, там, по социализму чаще всего, по тому, кого считать пролетариатом, ну, по таким вопросам более политическим, а если брать чисто философский аспект, ну, тут-то, в принципе, все согласны с тем, что диалектика, материализм, не, ну, не согласен, что ничего не создали, во-первых, посмотрите, работы, ну, того же Ильенкова, я уже говорил, у него категории философские, некоторые, вот, абстрактные, конкретные, например, разобранные, да, категории идеального у него, довольно интересно, разобрана тоже, ну, вот, как раз вопрос, там, мыслит ли машина, тоже, ну, так, почитайте, там есть, что критиковать у него некоторые вещи, но во многом он был прав, особенно, кстати, и в социальной философии у него есть интересные работы, Лившица можно тоже, Лившица я советую почитать статью, «Нравственное значение Октябрьской революции», если там брать философ, вот Косолапов, вот, Ричард Иванович, у него замечательные, ну, я даже уже сбрасывал ссылки, замечательные работы по социализму, причем написано не конъюнктурно, а так достаточно проблемно, вот, в то время, социализм к вопросам теории, я советую, ее тем более, издательство УРСС переиздало недавно, поэтому вообще здесь все достаточно, ну, на поверхности, плюс советские годы были неплохие учебники, вот, в частности, по истории философии, вот, 41-го года, по учебнике вообще по марксистской философии, да, там, то есть по ним можно изучать, и многие вещи непонятные с их помощью, вот, с помощью этих учебников легче изучить. Ну, и по поводу институтов, понимаете, советская философия, я бы вообще сказал так, философия советская есть двух типов, первая философия советская, это марксистская советская философия, куда вот того же Ильенкова можно отнести, там, и Лившицы, и там, и Косолапова, и прочее, а вторая советская, это формально советская, но по факту позитивистская, вот, и разные другие, просто в советское время, и вот, кстати, я не уверен, что это было правильно, во всяком случае, практика показала, что, может быть, надо было дать действительно, в философии и в общественных науках больше свободы, потому что было бы хотя бы видно, кто есть кто, а в советских общественных науках, там же как, формально все, там, цитировали Ленина, там, все хвалили Маркса, и так далее, но, но, по факту, вот за этой ширмой, вот за этой ширмой, вот, ритуальных, там, каких-то цитат, ритуальных слов, ритуальных ссылок, было, что у нас, формально, были те же самые, разные течения, которые между собой спорили, понимаете, были те же самые, полемика, ну, взять политэкономию, там рыночники откровенные были, там, Либерман тот же самый, да, которые прямо писали, что рыночные, да, они писали о социализме, но они писали, что развитие товарно-денежных отношений, при социализме, ну, а был, например, Цоголов, который, вот, марксист, который, в общем-то, ну, был таких позиций, как раз того, что социализм, это, не, не, не совместим с товарным производством, то есть, да, и так же философии точно, поэтому тут просто надо понимать, что была марксистская советская философия, а были разные течения, которые просто под флагом, значит, марксизма, ритуальным таким, на самом деле продвигали другие концепции. Ну, на самом деле, то, что вот написано, как родители изучали в школе марксизма, сейчас в церковь ходят, это вот к вопросу о том, что в советское время, к сожалению, часто вот это все такой казенщиной, бюрократизмом подменялось, то есть, людей пичкали цитатами Ленина, заставляли там по истории КПСС, наизусть учить в каком году, когда какой съезд был, хотя это не так может быть даже и важно, а суть часто уходила, и здесь зависит очень много от преподавателей, ну и плюс надо понимать, что общественное бытие определяет общественное сознание, да, сегодня у нас капиталистическое общественное бытие, соответственно, и общественное сознание наполнено всякой религией, антинаучными теориями и прочее, тут тоже вот я говорю, чем были неправы материалисты 18 века, они думали, что достаточно всем дать знания, всех обучить, и религия пройдет, и цари станут хорошо управлять, а в жизни оно, к сожалению, не так, так поэтому и пришли, потому что ведь общественное бытие определяет общественное сознание, вот, но не всегда общественное бытие определяет сознание каждого человека в отдельности, мы, кстати, об этом, когда будет у нас эстмат, поговорим, вот эта фраза, бытие определяет сознание, она не вполне точная, потому что бытие, оно не определяет конкретно каждого человека сознание, и далеко не всегда, а именно общественное бытие определяет общественное сознание, а общественное сознание это господствующие в обществе идеи, но это не значит, что, так скажем, эти идеи все одни и те же, тем более, ваше капиталистическое бытие, оно, в общем-то, вполне логично определяет ваше сознание коммунистическое, потому что в капиталистическом обществе, ну, наличие людей с коммунистическим сознанием это закономерность, потому что это как бы ответ на то, как выбираться вот из этой грустной современной реальности. У меня коллега один, вот он даже мне сказал, что, чтобы быть коммунистом, надо пожить при капитализме. Не может быть так, что один отдельный человек, должен придерживаться и не может... Не, отдельный человек может разных взглядов, тут вопрос именно в общественном сознании, то есть то, что доминирует в обществе, а доминирует, конечно, сейчас не марксизм, но то, что определенная часть приходит к марксизму, это в конечном счете... Ведь, смотрите, какой момент, общественное бытие определяет общественное сознание вообще, да, то есть идеи господствующие, они произрастают на определенной так скажем, почвы. Ну, то же самое, как каждое индивидуальное сознание, оно определяется там, вашими условиями труда, воспитанием и так далее. Ну, то есть тоже, по сути дела, в конечном счете, бытием. Но, какие у вас конкретно будут взгляды, это уже не на сто процентов недоторминировано. То есть, человек может в результате вот этого капиталистического бытия прийти к фашистским взглядам, а может прийти к коммунистическим взглядам. Как избежать реставрации капитализма? Вот, ну, про Советский Союз много пишут, если марксистскую брать литературу, а именно, как избежать, что-то мне не попадалось. Не, попадались, кстати, статьи интересные у отдельных кружков. Ну, просто дожил, кстати, надо, чтобы он просто дожил свой исторический век. Вот, понимаете, какой момент, если мы не будем прикладывать усилия, он так и будет его доживать. И долго-долго, и никуда это не перейдет. тоже мы будем, когда изучать листмат, особенность перехода к социализму, ведь она в чем заключается? В том, что капитализм он автоматически не падает. Ну, как в феодализм, например, да, он в принципе, ну и то там надо было помогать, ну, в принципе, в рамках феодализма уже были капиталистические отношения. А здесь они не складывают вместе с эти самые капиталистические отношения в рамках значит, извиняюсь, социалистические отношения в рамках капитализма. тут многое придется строить с нуля и сознательно поэтому если капитализму не помочь то он так и будет доживать доживать и гнить так но я предлагаю тогда заканчивать будем наверное пообсуждали немножко тогда и всем спасибо за внимание за реакцию вот в общем-то изучайте читайте делитесь тем кто там что читает очень интересно ну и самое главное присоединяйтесь классовой борьбе вот уже сегодня несколько человек изъявили желание помочь это мне кажется очень неплохо ладно всем до свидания спасибо да до следующего воскресенья вам всем большое спасибо